В сегодняшней программе мы заглянем вглубь еврейской Библии, в 23 главу книги Левит. Мы поговорим о празднике первых плодов и о том, как он применим к нашей с вами жизни. Оставайтесь с нами. Равин Кёрт Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Дорогие, добро пожаловать на программу «Открывай еврейского Иисуса». Мы начинаем праздновать весенние праздники Господня. Сегодня Равин расскажет о празднике первых плодов. Иисус — это первый плод, пришедший от Отца. Пусть Господь благословит вас во время просмотра этой программы. Шалом! Да благословит вас Бог, дорогие! Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на важную программу «Узнавая еврейского Иисуса». В рамках этой серии мы будем говорить сегодня о празднике первых плодов. В Ветхом Завете, в Торе, Бог дает нам пророческий календарь. В 23 главе книги Левит. Он говорит, «Я назначил дни, как вечное мое установление». Эти дни назначены самим Господом. Назначены дни Яхве. Это священное имя Бога. Они относятся не только к народу Израиля в первоначальном историческом контексте, но они актуальны и для вас сегодня. Еврей вы или язычник, потому что Иисус привел эти дни к их окончательному исполнению. Эти священные праздники говорят нам о служении Мессии Иисуса. И сегодня мы поговорим в особенности о первых плодах, о том, как они относятся к нашей жизни. Позвольте мне начать с того, что мы пригласим Бога в наши сердца. Отец Бог, мы поклоняемся Тебе, благословляем Тебя. Я прошу Тебя взять мои уста и использовать их как канал для передачи Твоего Духа, Твоей истины и Твоих слов Твоему народу. «Отец, сверхъестественно преобрази нас Словом Своим. Слово Твое есть истина. Преобрази нас в образ и подобие Твоего Сына Мессии Иисуса. Во имя Его и ради славы Твоей мы просим и молимся. Аминь, аминь». В предыдущие несколько недель мы поговорили о Пасхе. Иисус был распят в день Пасхи, потому что Он стал окончательной Пасхой. Если вы пропустили эти программы, я рекомендую вам прослушать всю серию. Рассмотрев Пасху, мы приступили к обсуждению праздника опресноков. Иисус был распят на Пасху, но погребен в праздник опресноков. Иисус исполнил праздник опресноков через то, что проявил совершенное послушание. И после этого Он был распят и погребен, чтобы мы с вами, возлюбленные, имели жертву за наш с вами грех. Иисус умер на кресте за нас, как непорочный агнец Божий. Он был погребен, проявив совершенное послушание, даже до смерти. Пред именем Иешуа, Хамашиях, пред именем Иисуса Мессии, «Преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Он — один Господь». Почему праздник опресноков символизирует послушание? Дело в том, что Господь сказал детям Израиля, в Торе, что Он выведет их из Египта в ночь избавления. Он сказал, «Если услышите зов Мой посреди того, как будете печь хлеб, если тесто не поднялось от дрожжей, не ждите, пока поднимется. Испеките пресный хлеб. Проявите немедленное послушание Мне. Будьте полностью послушны Моему Слову». Именно это Иисус сделал для вас. Он на протяжении всей жизни проявлял совершенное послушание словам Отца, и посему Он мог стать заместительной жертвой за наш грех. Невиновный умер за нас виновных. Сегодня мы переходим к следующей теме. Мы поговорим о Пасхе и смерти Иисуса, о Его погребении и празднике опресноков. Проявив совершенное послушание, Он умер и погребен вместо нас. Но это еще не конец. С воскресением Иисуса все только начинается. Потому что Иисус, умерший в праздник Пасхи и погребенный в праздник опресноков, послушайте, это очень примечательно, это удивительно и сверхъестественно. Иисус воскрес в день, который Бог назначил для детей Израиля в книге Левит, как праздник первых плодов. Мы начнем сегодня с того, что откроем книгу Левит. Мы будем читать с 10 стиха, 23 главы. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение». «На другой день праздника вознесет его священник». Давайте подробно рассмотрим это место с первого прочтения. Вам не все может быть понятным. Давайте медленно посмотрим на это место еще раз. И я буду комментировать. Мы смотрим на это с пророческой точки зрения. Кто написал то, что мы только что прочли в книге Левит? Моисей. Знаете, что Иисус сказал о Моисее в Иоанне 5 главе? Иисус сказал, «Моисей писал обо Мне». Эти праздники окончательно исполнились в Мессии Иисусе. Они были пророческим прообразом Иисуса и Его служения. Давайте еще раз взглянем на это. Понимая, что когда Моисей писал это, несмотря на то, что тогда это касалось непосредственно детей Израиля, и в частности сельского хозяйства, но также это было пророческим словом о личности и служении Мессии Иисуса. Эти праздники в 23 главе книги Левит назывались «Миква». Одно из значений еврейского слова «миква» — «репетиция». Эти праздники были репетицией чего-то великого, чему должно произойти. Этим великим был и есть Мессия Иисус и Его служение. Как репетиция свадьбы является репетицией приближающегося главного события. Также и эти праздники были репетицией главного события — пришествия Иисуса и Его служения. А теперь снова посмотрим на это место. «Объяви сынам Израиля и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение». Обсудим. В Израиле это был первый сельскохозяйственный праздник весной. Моисей передал детям Израиля повеление Господа. «Когда получите первые плоды, возьмите первый сноб и принесите его священнику». Принесите его священнику своему. И когда священник вознесет его предо мной, вы будете приняты. Разберем. В зимнее время земля выглядит мертвой. Нет цветов, нет жизни. Не видно разных красок. Нет растительности. Мы смотрим на землю зимой, и она нам кажется мертвой. Все выглядит мрачным. Цвет почвы коричнево-серый. Земля кажется неприметной и неживой. Но вдруг земля, которая казалась зимой мертвой, с наступлением весны, словно воскресает к жизни. На почве появляются разноцветные цветочки. Серый и коричневый цвет почвы покрывается синими, фиолетовыми, желтыми и оранжевыми цветами. Земля, что казалось мертвой, вдруг оживает. Она полна красок. Она воскресает из мертвых. Праздник первых плодов, возлюбленные, это прообраз воскресения Иисуса. Так же, как священник возносит пред Господом первые плоды весеннего урожая, так и Мессия был воскрешен. Первенец или Первый плод из мертвых. И если Мессия — это Первый плод, то будет и Второй плод, и Третий, и Четвертый. И мы с вами, возлюбленные, это эти последующие плоды, которым принадлежит воскреснуть из мертвых. Почему? Потому что Первый плод был вознесен Господом. Точно так же, как священник возносил Первый сноб израильтян пред Господом, и Бог принимал его. И когда Первый сноб возносился пред Господом, весь остальной урожай, возлюбленные, также становился освященным и благословенным Господом. То есть Мессия — это Первый сноб, Первый плод из тех, кто воскреснет из мертвых. Он вознесся к Отцу. Он предстал пред Отцом ради нас. И Отец принял его, как совершенный Первый плод, Первый сноб. И поскольку Мессия принят Богом, Он стоит во главе всей жатвы. Мы с вами — это жатва, и мы тоже приняты Господом. Как и в древнем Израиле, был принят весь урожай. Надеюсь, это вам понятно. Возлюбленные, настало время праздновать весенние праздники Господня. Пасху — праздник опресноков и праздник первых плодов. Дети Израиля приносили первые весенние плоды и возносили их пред Господом, выражая Ему благодарность за Его заботу. В Первом послании Коринфянам 15 главе Павел говорит, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Как водами все умирают, так во Христе все оживут». Аллилуйя! Слава Господу! Дорогие, точно так же, как Иисус умер в Пасху и погребен, Он воскрес в праздник первых плодов. Это обещание, что мы, верующие в Него, тоже воскреснем из мертвых. В этот период весенних праздников подумайте о том, чтобы сделать особое пожертвование первых плодов Господу в наше служение. Так же, как дети Израиля приносили свои дары первых плодов Богу, ваше пожертвование символизирует жатву Божью в вашей жизни и ваше будущее воскресенье. Спасибо за вашу финансовую поддержку нашему служению. Пусть Господь обильно благословит вас и ваши семьи во время весенних праздников. Вернемся к сегодняшней программе. Мы продолжаем. Слушайте внимательно. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноб жатвы вашей к священнику». Он вознесет этот сноб пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. Внимание! На другой день праздника вознесет его священник. Это когда? Он начинается с заката в пятницу и длится всю субботу. А какой день следует за субботой? Воскресенье — первый день недели. В какой день Иешуа воскрес из мертвых? На следующий день после субботы — воскресенье. Я надеюсь, вы начинаете с восторгом замечать, что Тора, еврейская Библия, была прообразом Мессии Иисуса. Поэтому в Матфея 5, 17, 18 Иешуа сказал, «Не думайте, что я пришел отменить закон и пророков. Не отменить пришел я, но исполнить. Или наполнить смыслом». Мне нравится Матфея 1, 1. Поэтому я часто напоминаю его своим зрителям. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Первый же стих Нового Завета возвращает нас к Ветхому Завету. Потому что Новый Завет исполняет то, что написано в Ветхом Завете. Сейчас я хочу привести вам краткий обзор принципов воскресения в Ветхом Завете, который мы называем Танах. Давайте откроем книгу евреям. Я покажу вам, как в послании евреям связь между воскресением Иисуса, который был первым плодом первенцем из мертвых, и принесением в жертву Исаака Авраамом. Мы прочитаем 11 главу евреям, 17-19 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано. В Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен, и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании». То есть вера воскресения мертвых существовала с самого начала. Во времена Иисуса существовало две группы религиозных лидеров — фарисеи и саддукеи. Фарисеи веровали в воскресение мертвых, а саддукеи, о которых мы также читаем в Новом Завете, не верили в воскресение. В английском даже есть штука, что саддукеи от того и грустны. Корень «сад» означает «грустный». Они не верили в воскресение мертвых. Мы продолжаем рассматривать принципы воскресения. Посмотрим 15-й псалом с 8-го по 10-й стих. «Всегда видел я пред Собою Господа, ибо Он одеснует меня. Не поколеблюсь, оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Это место процитировано в Новом Завете. Давид видел, что Мессия воскреснет из мертвых. И поскольку Мессия воскреснет, Давид знал, что Он тоже воскреснет, и не увидит тление. Возлюбленные, еще в еврейской Библии мы видим веру в воскресение мертвых. Если посмотреть 5, 6, 10 и 11 стихи 23 главы книги Левит, в них пророчески говорится о смерти, погребении и воскресении Мессии, смерти на Пасху, погребении в праздник опресноков и воскресении в праздник первых плодов. Продвигаясь к Новому Завету, я хочу показать вам основные места воскресения и как это относится к нашей жизни сегодня. Сначала давайте откроем первую Корифянам 15 глава. Мы прочитаем с первого по четвертый стих. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподданное удерживаете так, как я благовествовал вам, «Если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши». Это Пасха по Писанию, и что Он погребен был, праздник опресноков, и что воскрес третий день, праздник первых плодов. Обо всем этом пророчески говорится в 23 главе Левит. Подходя к концу программы, вот на что я сегодня хочу обратить ваше внимание. Воскресение Иешуа Хам Мошиях, Господа Иисуса Христа, это исторический факт. Многие люди, посещающие церкви по всему миру, утверждают, что верят в смерть, погребение и воскресение Иисуса. Но они верят в это словно сказку. Дорогие, я хочу, чтобы вы понимали, что это не сказка. Это исторический факт, и апостолы Нового Завета были очевидцами произошедшего. Давайте прочтём дальше. Первое Корифянам с 15 стиха. Это очень важно. И что явился Кефе? Потом 12. Потом явился более, нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему изгургу. То есть то, на чём основывается ваша вера на воскресение Иисуса, является историческим фактом. Сначала он явился Кефе, потом 12, и потом он явился 500 ученикам одновременно. И Павел говорит, что большинство из них всё ещё живы. И затем Павел говорит, что Иисус явился Ему. То есть Иисус действительно воскрес из мёртвых. Это историческая реальность. Это доказуемый факт. И затем Павел продолжает, «Если бы воскресение Иисуса не было подтверждённым историческим фактом, то мы с вами были бы самыми большими глупцами на земле, посвящая своей жизни тому, что не есть истина. Павел утверждает, что если воскресение Иисуса нереальный факт, то мы с вами глупцы, потому что поверили в сказку, и более того, мы лжесвидетели, потому что говорим о том, чего не было. Если Иисус не воскрес, однако Он действительно воскрес из мёртвых. И Иоанн говорил о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осизали руки наши, о том возвещаем вам. Мне нравятся слова Петра, и на этом я буду заканчивать. Пётр пишет в своём втором послании, в первой главе, с 16 по 21 стихи. Послушайте внимательно. Мы говорим о том, что на самом деле произошло, о воскресении Царя Иисуса, о празднике первых плодов. Послушайте, что написал Пётр. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего, Иисуса Христа, нехитро сплетённым басням последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял честь и славу». Он говорит здесь о горе преображения, где Иисус облёгся в свет. И потом Пётр услышал голос с неба, «Это сын мой возлюбленный, его слушайте». Пётр говорит, «Это не сказка. Я был там с ним, когда это произошло и видел». Послушайте ещё раз. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего, Иисуса Христа, нехитро сплетённым басням последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принёсся к Нему такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором моё благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». Дорогие, я хочу, чтобы вы знали, что Иисус живой и реальный. Он буквально ожил. Он воскрес из мёртвых для нас. Иисус любит вас. И если вы ещё не посвятили Ему свою жизнь, сейчас самое время. Преклоните свои колени пред Ним и скажите, «Иисус, спаси меня! Войди в мою жизнь и оживи меня!» Дорогие, пусть Бог вас благословит. Иисус рядом, и Он может сделать для вас несравненно больше того, о чём вы просите и помышляете. Дорогие, мы должны следовать принципу первых плодов, которые мы рассматривали сегодня. Во всех сферах нашей жизни Бог призывает нас всегда ставить Его на первое место, отдавать Ему приоритет во времени, талантах и имуществе. Иисус — первый плод из тех, кто воскрес из мёртвых. И мы хотим ставить Его на первое место. Иисус сказал, «Ищите прежде Царство Божие, и всё это приложится вам». Я приглашаю вас присоединиться к празднику первых плодов. Если вы верите, что через моё служение Бог достигает людей в этом мире, принести свой дар первых плодов Богу, посеяв моё служение. Спасибо. Я вас очень люблю. Благословений и шалом. Если вы хотите стать нашим партнёром, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Мы очень рады, что вы присоединились к нам. И мы хотим о вас молиться. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или заходите на наш сайт. Наша молитвенная группа собирается каждый понедельник, чтобы молиться отдельно за каждую нужду. Также, если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь, через наше служение поделитесь им с нами. Мы благодарим вас за ваши молитвы и финансовую поддержку. Поддерживая служение «Открывай еврейского Иисуса», вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. Пусть наш Отец обильно воздаст вам за поддержку нашего служения. Субтитры создавал DimaTorzok «Открывай еврейского Иисуса» В книге чисел 6, 22-27, Бог показал Моисею, как благословять детей Израиля. Он сказал, «Так благословляйте сынов Израилевых. Яхве благословит вас и сохранит. Яхве озарит вас светом лица Своего и будет милостив к вам. Яхве обратит к вам лицо Своё. Яхве даст вам мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословляю их». Я хочу высвободить это благословение в вашу жизнь. Библия говорит, что вы привиты к Израилю. Поднимите руки, и в вере примите благословение Отца. Господь, 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 Господь. Господь, 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 Гос Шалом. Во время просмотра нашей программы вы почувствовали, что Бог касается вашего сердца. И не знаете, как реагировать. Знаете, что Личность Иисуса производит в вас работу. Иисус сказал, «Се, стою у двери и стучу. Если вы откроете мне двери вашего сердца, я войду, и мы будем жить вместе». Если вы хотите пригласить Иисуса в вашу жизнь, скажите, «Иисус, прости меня, я грешник. Приди в мою жизнь, спаси меня. Я хочу следовать за тобой». Если вы помолились этой молитвой и хотите больше узнать об Иисусе, зайдите на наш сайт. Его адрес сейчас на экране. Мы поделимся с вами необходимой информацией. У Бога для вас прекрасная судьба. Смотрите программу «Узнавая еврейского Иисуса». Как хотите и где хотите. Просматривайте на Фейсбуке еженедельные послания Равина Кёрта. Семена Откровения. Смотрите полные выпуски на Ютубе. Загружайте учения Рави через наше мобильное приложение. А также читайте особые письма от Синтии и присылайте нам свои молитвенные просьбы. Будьте с нами на связи через один из многих наших ресурсов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!